ПЕСНЯ В нашей школе русского языка в Усландии есть очень много талантливых учеников и очень много интересных людей. Но самый уникальный ученик у нас это, конечно, Хоффин Луис. Незрячий с рождения. Он уже учится у нас 4 года, изучает русский язык. Он наш самый лучший ученик, но дело не только в этом, что он хороший ученик, он вообще прекрасный человек. Когда он пришел впервые к нам, я была так поражена, я даже испугалась. Я говорю, как мы его будем учить русским языком? Он сказал, спокойно, я все знаю, я уже готов, у меня есть все, у меня есть специальный алфавит, специальный компьютер, вы не бойтесь. Все будет очень хорошо. Привет, меня зовут Луис. Я 20 лет живу в Барцелона. Я родился в Мадрид. Я работаю в организации 11. И мой работа consiste в подготовке книги для того, чтобы они могли читать и улучшить их ученик. Я 5 лет учусь, потому что, что у меня был человек, у меня есть специальный метод для того, чтобы они были готовы. Потом, русский язык мне понравился и мой директор мне сказали, что я должен перфекционировать мой профессиональный язык, потому что мы можем делать книги в любом языке, в брайле, в французском, в английском или в русском языке. В французском и в английском языке есть много профессионалов, потому что я не знаю, что я уже готова, но мне нужны люди, которые знали русский. И поэтому я учусь в русском. Первый раз услышал русский язык, когда помогал моей коллеге работать с текстами на русском языке. Но это было в Мадриде уже давно. Тогда я подумала, что единственный преподаватель, который может работать с ним, это Ксения Федоровна. Потому что она такая отзывчивая, она такая добрая, она такая талантливая. И у нее такое отношение к людям, что тут не будет проблем. И я не ошиблась. Вот 4 года они работают вместе. Их уроки – это просто сказка. А это моя преподавательница. Ее зовут Акзара. Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Ксения Федоровна, как в России. Я работаю в Русландии уже 5 лет. И с удовольствием представляю вам моего ученика Хосе Луиса. Если сказать, что это трудолюбивый, умный, очень образованный человек, это, наверное, мало сказать. Так, как работает Хосе Луис, не работает ни один ученик. И за почти 4 года, которые он здесь, в последнее время мы с ним говорим только на русском языке. Хотя в начале я не представляла, как я буду с ним работать. Я не вижу, что он пишет, как я могу ему показывать, потому что я привыкла писать на доске. Но буквально с первых уроков у нас все получилось. И я очень довольна этим учеником. И еще, что мне очень нравится – мы с ним поем. Поем много. Хосе Луис, как ты думаешь, сколько песен мы уже знаем? Семьдесят песен мы приготовили. Семьдесят русских песен мы поем. Старые, народные, современные, детские. Он любит детские песни. Талия, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Поэтому с ним работать очень интересно. И, кстати, по песням он тоже изучает очень много слов новых и старинные слова, которые литературные. Очень талантливый ученик. Глён, старый глён, старый глён стучит в окно, Приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, отчего нет нас векло От того, что ты идешь по переулку. Самостоятельно и жутят ушки, но это очень трудно. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, Не морозь меня, Мама, моё коня, Моё моё коня, Белогривая, У меня жена, О, белогривая. Для меня, возможно, помощь. Помощь специальной, 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 специальной. Песня. 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 Я делаю упражнения и пою, я и пою много песен. Сейчас будешь мне рассказывать? Но царь и рубашка я не понимаю. Ну, еще через пару лет будешь понимать. Еще два года и ты будешь понимать все. Ну, давай. Царь и рубашка. Это хорошая философская сказка. Вот так, читай. Царь и рубашка. Один царь завалил. Каждый день ему было все хуже и хуже. И он сказал, самый дорогой подарок дам тому, кто мне поможет. Долго все самые лучшие врачи думали, что делать. Что делать? Самый старый врач сказал, надо взять в руашку самого счастливого человека и дать царю. Это ему поможет. Долго искали самого счастливого человека и нигде его не могли найти. Один богаче всех, но болеет. Другой здоровье всех, но бедный. У одного дом лучше всех, но говорит, что старый. Другой морожий, но дом ему не нравится. Нет ничего труднее, чем искать счастливого человека. Счастливый человек, потому что я работаю, я изучаю, я встречаюсь с друзьями. Поэтому, как правило, у меня проблемы, но это нормально, потому что это жизнь. И у всех есть проблемы. А у всех есть проблемы. Он богатый-богатый, а не здоровье. Да, здоровье. Это нормально. Но я работаю, я изучаю, я встречаюсь с друзьями. Я ухожу в экскурсию. Это жизнь практически нормальная. Молодче, Надей. Я помню, когда я тебе сказала, что я ходила в парк Сервантеса. Там розы цвели красиво. И ты мне начал рассказывать про этот парк. Парк Сервантеса. Да, потому что он все организует экскурсию с помощью добровольцев. И они нам объяснят что-то в прошлом. Я хочу transmitить у нас есть многое проения. В жизни не так легко. Для кого-то это легко, потому что это в гуляй году. Но с трудом и с немного летом, без спеца, без спеца, без спеца, можно получить не все, но немного. Это можно изучить, можно получить хорошую форму, и можно быть лучше с другим и с другим. Только нужно предложить. Спасибо вам, моя любимая преподавательница, за помочь, за хорошим моментом, который очень радует, Это 4 года. Я вспоминаю много-много лет. Это изучение, это упражнение, это песня, это жизнь. Потому что жизнь – это всё, это песня, это упражнение, это хорошие и нехорошие моменты. А я тебе благодарна за то, что ты такой позитивный, ты мне тоже много дал в жизни ощущать себя счастливым, несмотря ни на что. И я тоже тебе очень благодарна. И я надеюсь, что, знаешь, как говорят, волонтарии там приходят, я буду с тобой поддерживать контакты в любом случае. И, может быть, будем вместе гулять, может быть, будем встречаться в баре. Хорошо? Да, да. Вот, я надеюсь. Я влюблён тебя, Россия, влюблён. Золотая рожь, да, кудрявый лёд. Я влюблён тебя, Россия, влюблён.